Мария, здравствуйте, ваш вопрос. Хочу спросить про Девору. Этот образ Библии положительный или отрицательный? Я считала, что положительный, а служитель сказал обратное. Мария, слава Богу, что у вас есть своя позиция, и единственное, что очень важно, чтобы она всегда была обоснована Библией. Поэтому в данном случае авторитетом является Божье Слово. И исходя из того, что мы читаем Библии о Деворе, там ничего отрицательного не находим. Например, книга Судей, 4 глава, со 2 стиха. «И предала Господь в руки Иовина, царя Ахананского, который царствовал в Оссоре. Преначальником у него был Сесара, который жил хорошо в Гаиме. И возопили сына Израилева к Господу. Ибо у него было 90 железных колесниц, и он жестоко угнетал сынов Израилевых 20 лет». Как вы думаете, вот это время, пока люди вопили к Богу, Бог их слышал, тем более, когда задача не наказать, а задача пробудить, привести к состоянию ответственному и пониманию того, что Бог от них ожидает. «И в то время была судьей Израиля Девора, пророчица». Что здесь отрицательного? Она и судья, и пророчица, жена Лапидофова. «Она жила под пальмой Девориной между Рамой и Викилием на горе Ефремовой, и приходили к ней туда сыны Израилевы на суд». Мы видим все только позитивные моменты, описанные здесь. Девора послала и призвала Варака, сына Авинаамова, Искедес Нефалимова, и сказала ему, «Повелевает тебе Господь, Бог Израилев, пойди, взойди на гору Фавор и возьми с собой 10 тысяч человек и сынов Нефалимовых и сынов Завулоновых, а я приведу к тебе к потоку Кессону-Сесару, военачальника Израиля и Авинова, и колесница его, и многолюдное войско его, и придам его в руки твои. Я приведу здесь от имени Бога». То есть она, как пророчица, говорит это слово, что ты поднимайся на гору, и все будет в порядке. Я это сделаю. Если мы с вами знаем, как происходила эта битва, то, по крайней мере, интересные свидетельства сегодня говорят экскурсоводы там на горе Фавор, что, находясь на горе, все колесницы, которые тогда подтянул враг, и они были достаточно могущественны по количеству колесниц, и сами себя на горе как бы они поймали, что ли, или закрыли. Но в чем была особенность? Пошел сильный дождь, и колесницы, они стали вязнуть в той долине, в которой они оказались. И очень неуклюжими оказались все воины, находящиеся на этих колесницах. Поэтому, как только это произошло, они легко спустились с горы и уничтожали всех, кто находился на колесницах. Вот такова была битва. Она немножечко сейчас не относится к ответу, но, по крайней мере, это в период Деворы, когда она получила это пророческое слово. Но что говорит ей ворак? Если ты пойдешь со мной, пойду, а если не пойдешь со мной, не пойду, ибо я не знаю дня, в который пошлет Господь ангела со мной. Она сказала ему, пойди, пойду с тобою, только знай, что не тебе уже будет слава на всем пути, в который ты идешь, но в руки женщины предаст Господь Сесару. И встала Девора и пошла с вораком в Кадес. То есть мы видим, что она предложила мужчине занять ту позицию, которую должно было ему занять как военачальнику. Но он, зная, что с Деворой Бог не хотел идти один. Ему сейчас не слава была важна, а важен был результат. И в этом тоже его преимущество. Но с другой стороны, если мы посмотрим дальше, как Девора воспевала песню, в тот день воспела Девора и ворак, сын Авинаамов, с семи словами «Израиль отмщен, народ показал рвение, прославьте Господа, слушайте цари, внимайте вельможи, я Господу, я пою, брецаю Господу, Богу Израилеву». И так далее. То есть просмотрите места писания, ни одного слова отрицательного Девори вы не найдете. Поэтому, конечно же, это положительный герой. Это удивительное Божье исключение из правила, если мы посмотрим по тому, что практически судьями всегда были мужчины пророки, а здесь женщина пророк. И тем самым Господь показывает, что сердце для него уже тогда было важно, уже в Ветхом Завете. Поэтому благословляю вас, Мария, понимать, что Девора – это положительный герой. Но если какие-то вопросы у вас возникают, задайте их тому, кто вам сказал, что это отрицательно. На основании чего? Потому что на основании библейских текстов мы этого найти не можем. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok